не лезет ну что как вы заметили я сейчас буду садиться скорее всего что на насыпь поузнавал я у ребят ну клёва конечно нет на елке вообще нереально заехать на уазике и на ниве там конечно проедешь но опять же на легковушки делать нечего на дачах садиться смысла нет так как там машина далеко ну а мы будем заезжать на насыпь здесь сто процентов мы заедем а там уже конечно нужно располагать прежде всего своими силами и автомобилем приехать на рыбалку и не заехать как-то не охота копаться в грязи она volkswagen не пошел как хорошо опять же он высокий ему хорошо а мы потихоньку не спеша будем заезжать даже не чиркает днищем у колея опять же набитая здесь не спеша можно проехать за бортом у нас 9 градусов тепла немножко ближе туда сядем так как там проще к машине спускаться на ручей не охота так как там машину далеко ставить нужно а если садится прямо на берегу то кидать далеко надо этому ближе к домикам подъедем ветер конечно сумасшедший сегодня обещали до семи с половиной метров в секунду и плюс еще порывы до 24 как-то так здесь где-то с правой стороны сядем еле тычки поставил каменистая поверхность нереально воткнуть ну хоть как-то уже держится более-менее просто же ведь подпирать надо еще камнями а так принципе я думаю ветер к вечеру немножко должен подутихнуть дует так губа ты очень сильно будем сегодня ловить на вот такие кармачки форме пули вес кормушки 70 грамм хотел больше взять но к сожалению не было кашки 30 35 и в итоге будет 100 105 грамм улетать куда там уже посмотрим снасть обычная самодельная сам вязал а там будет видно лишь бы клевала ладно будем кашу заражать также сегодня взял три вида прикормки то у нас манна гороховая каша обычная и и будем забивать по ребра чтобы ребер видно не было сильно мягкая получилось ну ничего страшно быстрее будет растворяться привлекать рыбу все первая снасть у нас готова до веса нормально грамм 100 где-то точно есть фрикцион затянут отлично парусит конечно просто же первая есть первая есть первая есть вторая есть ждем поклевку ну давайте чайка выпьем закинул пока ни одной поклевку здесь вообще ветрено тут внизу хоть не так задувает волны капец будем ждать ну а что делать вот и вот и у тут еще два мужичка будет со мной рядышком сидеть подошли тоже на ночь собираются но они на ланосе как раз глянем как он сейчас с горки будут спускаться крутой конечно так поклелка что-то дергается но небольшое так Продолжение следует... Подлещик. Пришло время для перекуса, перенаживился и сейчас сам буду перенаживляться. На обзоре у нас котлеты, лучок, сальцо, домашнее. Красотища! Яйца и хлеб. Ну что, всем приятного аппетита, дразнить вас больше не буду. Я думаю, вы и так прекрасно понимаете. Скорее в холодильник и берите вкусняхи. Давайте, присоединяйтесь. Приятного аппетита! Наконец-то поклевка! Опустил! Мелочь какая-то. ПОПОКОЛИЯ! ПОПОКОЛИЯ! Подписывайтесь на наш канал! ПОПОКОЛИЯ! Опа! Есть, есть, карасевич. Дождался я. Вот такой ладошечный карась. Так, ну что, перенаживляемся. Дождался, поклевка. Там еще карася поймал. Не успел запечатлеть, так как в лицо ветер неудобно. Пойдет. Да, вон под этим самым, под камнями начинаем ходить. Да. Карась. Я же говорю, под камнями здесь ходит. Поняли? Карасевич. На кук. На то же, да? Это первый был? Не, ну я же два штуки еще поймал. А, и что поймал? Ага, ну вот такие вот. А, такие ладошечные. Короче, это глистерка, да? Ну, они, дело в том, что поклевки не было. Я вытаскивал, они уже сидели. Ага. А это такой карась зачетный. Это хороший. А один, ну подлещик, наверное, маленький, подводит к берегу, и тут же камни. Ага. И вот его с подсаком надо. Ага. Надо с подсаком. Хороший был. Конечно, что ж. Жировой карасик. Жировой карасик. Я поставил вот это вот одна поклевка еще. А как это? Гороховая. Гороховая. Да. Чистая не добавляешь? Ну, манка, горох. Не, манка так и все. Ну, а что туда еще? Не, ну мы хорошо тут. Леща хорошая, килограмм, полтора. Ну и что этого? Корицы добавляют? Ага. Да. Карась-монстр. Ну и что-то. Болки грамма точно. Да грамм 500 где-то, не больше. Ну ничего. Может пойдет под утро, да? Да дай бог уже. Я думал сворачиваться. Карась. Не лезет в лунку. Видели? Карась-монстр. Натянул капитально. Средняя пищит и пищит, пищит, пищит и пищит. Может, мелочь какая-то сидит. Уже не первый раз. Сейчас проверим. Да, что-то есть. Да, что-то есть. Небольшое. Берег каменистый, неудобно. Как только подводишь пару ударов и рыба сходит. А-а-а-а. Только средняя. Так он пи и все. Пи и все. Думаю, может волной. Тут думаю, дай вытащу. Сидит. Мерзавец. Да, ну, метров 80, наверное. Днем где-то 100-105, вот так 110. Ночью плохо кидать, не видно. Ну, понятно. Ну, тут кидать, чем дальше, тем лучше. Карасевич, Карасевич. Ну, я думаю, на жареху мы сегодня поймали. Опустил. Тоже небольшой карасик, наверное. А, нет, подлещик. Подлещик. Вот такой. Засолистый. Под утро начался клев. Ну что, пришло время заканчивать нашу рыбалку. В последних видеороликах я не показывал в конце видео свой улов. А сегодня хочу продемонстрировать, сколько у меня получилось поймать за ночь. В килограммах. Ну и так, внешне. Так, ты что пикаешь? Опа! Мы потом садок отнимем, сколько он весит чистый. И в итоге получится у нас. Так. Три. Три двести. Там карась. И подлещик. Небольшой. Кому интересно, в комментариях потом я вам напишу, сколько весит этот карась. Ну, либо вы напишите. Предварительно, а? Как думаете? Сколько большой тот лапоть? Еле в лунку пролез. Ну что, вот и подошла наша рыбалка к концу. Сейчас еще темно, поэтому смысла направлять фонарь в лицо не вижу. Если вам нравятся такие выпуски, обязательно ставьте лайк. Пишите свои комментарии, что думаете, как я отловился сегодня. Не забывайте выезжать почаще на природу и отдыхать. Главное, не улов, а процесс. Всем спасибо за внимание. С вами был Виконска. Пока-пока.